На сцену выходит кентавр. Заболеваемость с коронавирусом вновь растет в стране и в Подмосковье тоже. Стационар Сергея Посадской районной больницы заполнен полностью, реанимация переполнена. Количество заболевших увеличилось и соответственно с этим увеличилось и количество вызовов и обращений. За вчерашний день мы впервые, наверное, за последние месяца-два превысили отметку в 300 вызовов на дом за сутки, за прошедшие. Ну и соответственно увеличилось количество госпитализируемых. Этот подъем заболеваемости имеет свои особенности. В первую очередь не связано с тем, что увеличилось число опять болеющих детей. Причем детей на малых возрастах до двух, до трех лет. Симптомы штамма кентавр схожи с обычной острой вирусной инфекцией. Высокая температура, небольшой кашель или насморк. Обращение за медицинской помощью рекомендуют не откладывать. Какой алгоритм сейчас действий? При вызове на дом или при обращении пациента в кабинет неотложной медицинской помощи? Обязательно всем берут тесты на ковид. Сейчас у нас тест-системы методом ИХА происходит определение. Берется мазок из носоглотки, из ротоглотки. Потом помещают это все в пробирку со специальным раствором. Потом капли этого раствора наносят на специальное окошечко в этой тест-системе. И в течение 20 минут там происходит проявление полосок, в зависимости от количества этих полосок. Диагностируется наличие ковида или его отсутствие. И всем лицам, у которых установлен ПЦР-тест, подтвержден ковид, и удаются лекарства. Дополнительно к стационару для больных ковидом открыт и инфекционный корпус районной больницы. Увеличено количество койко-мест для детей. Кентавр только начинает шествие. Его особенность – волнообразный всплеск заболеваемости. Единственный способ управления эпидемией – вакцинация и коллективный иммунитет. В Сергеопосадском городском округе открыты 6 стационарных кабинетов вакцинации. Прививку от COVID-19 можно сделать и в мобильном пункте. Еще раз я хочу адресоваться к тем людям, которые, в общем-то, уже проявили свое понимание текущей ситуации, фактом вакцинации, ревакцинации. Пришла пора. Надо воспользоваться вот этим небольшим окном, хотя уже рост мы видим. Продолжение следует...